Недельная глава Трума Говорится здесь о том, что после того, как еврейский народ сошел с пути, пошел за сбродом народом, которые построили Золотого Тельца, и когда Муше 17-го Томуза спускается и сжигает его, и говорит левитам, кто с Творцом ко мне, и они убивают всех тех, кто служили идолам с предупреждением и со свидетелем. И третий раз поднимается Муше на гору Синай, и Творец дает ему в руки вторые скрижали, те, которые вытесал Муше, и на которых заново высек Творец десять заповедей. И их приносит Муше в Йом-Кипур еврейскому народу, и они получают повеление строить переносный храм. И вот это наша глава, и следующее ТЦВ, которое говорит об одеждах коинов, это было после греха Золотого Тельца. Но объясняет Раши то, что объясняют наши мудрецы, нет хронологического порядка в Торе. И Творец посылает нам лечение до болезни. И эта глава говорит о том, как каждый еврей отдал добровольное пожертвование в честь Творца, чтобы построить в пустыне переносный храм. И тут же задается вопрос, но почему вдруг возьмите, а не дайте? И это то, что открывается. То, что даже человек отдает от себя, отрывает от себя, от всего сердца. На самом деле, кому принадлежит мир? Творцу мира. И все, что есть у меня, принадлежит Творцу. Поэтому возьмите у меня и дайте мне. Когда Творец сказал Муше Рабейну построить переносный храм, сказал Муше, как это возможно? Ведь небеса и небеса небес не могут вместить твою славу. Как же маленькое здание могут вместить твою славу? И Творец сказал, мне даже этого не нужно. Достаточно мне одного локтя между двумя круги, которые на крышке Ковчега Завета, чтобы оттуда я говорил и обращался к тебе. И моя шкина находилась в этом месте. И Бецалель Бен-Ури Бен-Хур, он знал, какими буквами Творец творил мир. И в каждом сосуде, который был при построении переносного храма, была великая тайна. И он знал эти тайны. И было два круга. Керувин, как дети. У одного лицо мальчика, а у другого лицо девочки. И это, как еврейский народ обращается к Творцу. Так Творец обращается к еврейскому народу лицом к лицу. Когда мы исполняли его волю, ангелы распростирали крылья один к другому. А когда мы нарушали его волю, они отворачивались друг от друга. А Рон Абрид, Ковчег Завета, он состоял из трех ящиков. Внутри был золотой ящик, снаружи был золотой ящик, а внутри был ящик из кедра. И еврейский мудрец, он должен быть, как чистое золото, снаружи и снутри. А посередине это дерево, это Эцхаин, дерево жизни. Это Тора. И постройте мне переносный храм, и я буду находиться в вас. Так говорит Творец. Где вас? Это то, что Творец хочет, чтобы его шхена присутствовала в сердце еврея. И когда великий мудрец приехал в Нью-Йорк, и мэр Нью-Йорка устроил ему большой прием, и дал ему ключи от города, он сказал, «Когда я вижу вас, я понимаю, что Дарвин был неправ. Вы были сотворены Творцом». Мишкан – это место присутствия шхены. Радость, которая была перед Творцом в день освящения переносного храма первого Ниссана, как радость, которая была в первый день творения, когда были сотворены небо и земля. Ради того, чтобы шхена Творца находилась на земле, и были сотворены небо и земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова